С 2005 года иностранные производители в России жили и работали по определенным условиям. И вот сейчас пришло время эти условия поменять. Так решили чиновники из Минпромторга по согласованию с Минэкономразвития. Здравствуйте, в эфире программа «Попутчик». С вами Александр Дорбин. Сегодня мы говорим о новых правилах промышленной сборки иномарок в России. Говорим с людьми, которые хорошо в этом вопросе разбираются. Поэтому я с удовольствием представляю вам наших гостей сегодняшних. Это автожурналист, ведущий радиопрограмм, телевизионный ведущий, эксперт, человек, который действительно знает, о чем он говорит, всегда. Игорь Александрович Маржаретто, но, может, без очереди сегодня. Мы хорошо знаем этих людей. Здравствуйте, Игорь. Добрый вечер. И Владимир Владимирович Чикин, адвокат по таможенному праву. Собственно говоря, промсборка – это и есть таможенное право. Только она придумана для того, чтобы не платить таможенные пошлины в России. Вы правы. Здравствуйте. Владимир Владимирович, здравствуйте. Просто Владимир. Задавайте свои вопросы. Телефоны прямого эфира и телефоны для СМС-сообщений, как всегда, у вас на экране. Для того, чтобы понять, в общем, суть проблемы, как изменяются правила промышленной сборки в России, я предлагаю посмотреть сюжет, чтобы дальше продолжить наш сегодняшний разговор. Всего несколько месяцев осталось у иностранных компаний для принятия решения, играть по новым нотам, написанным Министерством промышленности и торговли при участии Минэкономразвития, или же нет. Как гласит народная мудрость, кто платит, тот и музыку заказывает. Правительство России предоставило иностранным производителям приличные льготы, а теперь решило завернуть гайки. В прямом смысле этого слова. А тем, кто к этой отверточной сборке привык, продемонстрировали таможенную ставку на ввозимые узлы и агрегаты. Те производители, которые готовы играть по новым правилам, будут так же, как и прежде, пользоваться таможенными преференциями, беспошлиным ввозом комплектующих. Но в обмен на это они должны будут сделать несколько реверансов. А именно, по новым требованиям, не менее чем на 30% машин должны быть установлены двигатели и коробки передач российского производства. А в течение четырех лет компания обязана обеспечить выпуск не менее 300 тысяч машин в год в случае, если производство создается с нуля. Если же модернизируется действующее производство, эта планка поднимается до 350 тысяч. Российским властям хочется, чтобы собираемые у нас иномарки не только производились, но еще и экспортировались. Очевидно, что 300 тысяч автомобилей никому из зарубежных автопроизводителей в России просто не нужны. Их некому продавать. По итогам текущего года объем продаж лидеров среди иномарок, включая связку Volkswagen Skoda, объединенных общим производством в Калуге, вряд ли превысит 120 тысяч единиц. И это продажи всех моделей. А что будут делать такие производители, как Ford, Toyota, General Motors, Hyundai, Peugeot, Citroёn и Mitsubishi, пока не вполне понятно. Скорее всего, их ждет пересмотр соглашений, причем пересмотр не в лучшую для них сторону. Однако, возможно, те компании, которые посчитают новый закон просто вымогательством или ударом по репутации, будут дорабатывать до окончания инвестиционных соглашений. У многих этот срок заканчивается уже в 2013 году. Мы говорим сегодня о новых правилах промышленной сборки иномарок в России. Вот, дорогие гости, в связи с сюжетом, который посмотрели, вот темы заданы, собственно говоря, ничего нового мы там не сказали. Но, тем не менее, вопрос, в общем, главный и, наверное, все-таки риторический, но я попрошу попытаться на него ответить. Для чего, на ваш взгляд, решили ужесточить правила промышленной сборки? Во-первых, я категорически не согласен, что правила промышленной сборки ужесточили. Их просто не ужесточили. И вот в этом высказывании, которое только что было, был допущен ряд ошибок, я бы сказал, юридического характера. Вот, я слышу речь, называется, не мальчика, но адвоката. Да, Владимир Владимирович, слушаю вас внимательно. Отвечаю, никто не обязывает производить 300-350 тысяч автомобилей в год. Обязывают создать производственные мощности, которые могли бы производить 300-350 тысяч автомобилей в год. А это, простите, один большой конвейер. На одном конвейере выпускается в год максимальная производительность большого конвейера, главного конвейера. Это как раз 350 тысяч автомобилей в год. То есть, построй конвейер и выполни другие условия, которые установлены новыми правилами промсборки, и будет тебе счастье. Не более того. Ну, тут, позвольте с вами немножко поспорить. Я вот по поводу, да, разве это не ужесточить? Во-первых, насчет большого конвейера, я не знаю конвейера, который был делал одной ниткой 350 тысяч. Максимум одна нитка способна, вот в мировой практике, насколько я знаю, 160, но больше нет. Значит, это как минимум 2-3 нитки надо ставить. Во-вторых, вы понимаете, ну, допустим, есть какая-то безумная компания, которая построит конвейер и скажет, вот, вот, мы выполнили правила, мы построили конвейер, радуйтесь. Естественно, она создает эти мощности для того, чтобы выпускать автомобили и окупить какие-то вложения в этот конвейер. Согласны? Иначе зачем его строить? Да, создать такой конвейер стоит будет примерно полмиллиарда долларов. Вот, я да, чтобы не быть голословым, скажу, недавно открытый завод Кехюндай в инвестиции 580 миллионов евро. Мощность завода, если я не ошибаюсь, 120, да? Нет, ну, там большой завод, он реально разворачивается до 250 тысяч. Ну, даже не 300. Вот, речь идет о полумиллиарде, то есть и даже не долларов, как вы понимаете. И теперь, ну, люди рассчитывали на 25 тысяч в год, а теперь говорят про 300. Не совсем так. Люди были обязаны создать производственные мощности по изготовлению не менее, чем 25 тысяч автомобилей в год. Это под тем условием, которые... По старому условию. Да, по старому условию. Да, они действующие. Пока действуют, и по ним работают все производители сегодняшние. Совершенно верно. Потому что новых договоров еще нет ни одного. Есть меморандум, который производители должны были согласны участвовать в этой игре по новым условиям. Они должны были до 28 февраля подписать меморандум с Минэкономразвитием. А к 1 июня, насколько я понимаю, они должны уже предоставить бизнес-план. Меморандум о том, что они согласны с новыми условиями. С новыми условиями, да. Таких компаний или альянсов образовалось 6 на сегодняшний день. Совершенно верно, да. Три альянса и три самостоятельные компании. Они сказали, что мы будем работать по новым условиям. Еще три месяца им дается на то, чтобы написать бизнес-план. Какие будут инвестиции, какие будут мощности, где что будем производить и так далее. А потом в течение года только будет подписан договор. Еще дается сколько-то месяцев, еще непонятно. Договор должен вступить в силу не позднее 31 декабря 2012 года. Это написано в новых правилах промсборки. Господа эксперты, а насколько корректно пересматривать правила промсборки, я даже скажу ко всем, к тем, кто давно работает на российском рынке. Я бы не сказал, что правила пересматриваются. Вот чего сказать не могу, того сказать не могу. На новые правила промсборки перешли... Владимир, они не ужесточаются, не пересматриваются. А это что, мана небесная такая? Предоставляется новая возможность для тех, кто захотел, кто этого очень сильно хотел. Есть такие компании, которые очень сильно этого хотели. Я знаю. Не будем говорить. Я даже знаю этого человека. Да-да-да, все для блага человека, и мы знаем его имя. Так вот, есть компании, которые хотели. Есть компании, которые долго думали и в самый последний момент подписали таки этот, как вы называете, меморандум. Это соглашение о намерении, оно называется. Да-да-да, протокол о намерении. Соглашение. У них это называлось соглашение о намерении. Так вот, смотрите, новые правила промсборки были опубликованы в российской газете 2 февраля 2011 года. Да, и подписать до 28-го. И надо подписать до 28-го числа. То есть у вас есть время подумать? Да, конечно. У вас есть 2-3 недели подумать для того, чтобы принять решение об инвестициях. Полмиллиарда долларов. Минимум. Миллиарда. Полмиллиарда долларов. Полмиллиарда долларов. Это минимум надо вложиться для того, чтобы создать такую ветку. Правда, я с вами не согласен. Я знаю одного производителя, у которого на одной ветке, на одном конвейере 350 машин. Но это максимальное производство. А потом перейдем на личности, что называется? Не будем на личности переходить. Я просто хочу к цифрам немножко перейти. Есть статистика. Она, в общем, опубликована. Опять же, российская газета. 17 иностранных компаний инвестировали в производство за последнее время. Не знаю, но речь, наверное, идет о годе-двух. 4 миллиарда долларов. Это 18 тысяч рабочих мест. Вот мне обидно за инвесторов, если речь идет о 6 на сегодняшний день. Значит, Саша, тут ситуация такая. Значит, Владимир Иванович совершенно правильно сказал. Существуют старые соглашения. Они заключались, начиная с 2005 года. Кто-то раньше заключил, кто-то позже. Там, допустим, у Hyundai такое соглашение закончится только в 2018 году. Совершенно верно. Они только в этом году начали. Они последние. И им сказали, ребята, хотите, значит, дорабатывайте по старым соглашениям, а там будем посмотреть. Не хотите, вот вам новый вариант. 8 лет беспошлиного ввоза компонентов. До 2020 года. Вот. 8 лет вы работаете, но вы принимаете на себя повышенные обязательства. Они заключаются в чем? Они заключаются в том, о чем говорили, 300 тысяч в год автомобилей. Производственных мощностей. Мощностей, хорошо. Значит, треть из них укомплектована российскими двигателями-дробкоробками. Есть такое. Ну, двигатель обязательно. Да. Создание научно-исследовательского центра в России обязательно. И еще ряд. Локализация в течение первых пяти лет до 60%. Вот такие вещи. Изменили правила локализации. Очень существенно изменили правила локализации. Об этом можно поговорить. По-другому стали считать. Да мы дойдем до локализации. Это вообще отдельная тема в рамках нашего сегодняшнего разговора. То есть какие-то компании сказали, мы хотим. Не секрет, что, в общем, первое... Писалось это под консорциум Рено-Ниссан-АвтоВАЗ. Все это... Который безболезненно может взять. Который совершенно безболезненно. Вот сейчас может производить миллион автомобилей. Более того, он их даже может быть продаст. Я знаю второго, грубо говоря, человека. Это компания Солерс. Теперь уже компания Солерсфорд. Солерсфорд. Одной марки они, может быть, 300 тысяч и не продадут. Там Сиат. Но с другой стороны, там же ведь в первоначальном жестком... Сан-Йонг. ...жестком соглашении, который лоббировал активно Минпромторг, было написано 300 тысяч автомобилей на одной платформе в первом варианте. И это было бы смертельно вообще. Такое бы условие не подписал никто. Никто не подписал бы. Никто. Потому что... Ездит машина, и все Жигули. Все. Как бы марку не возьмут. А когда изменили на 300 тысяч вообще, это еще можно как-то играть. Солерсфорд подписал консорциум Volkswagen Gas. Вот три больших консорциума. То есть Renault-Nissan-AutoVas, Солерс-Ford и Gas, соответственно, с Volkswagen. Камаз и Daimler забыли еще. Камаз и Daimler, они идут в пристяжке к Renault-Nissan-AutoVas. Но они отдельное соглашение подписали. Отдельное соглашение, но в пристяжке, потому что у них общий акционер Росттехнологии. Ну, понятно. А Магна-Фиат еще? Нет, ну я сказал про три консорциума, а еще три фирмы самостоятельные. Друзья мои, а это значит, что вот при таких... Я все-таки... Ну, мне так кажется, что драконовские меры. При таких драконовских мерах новые заводы в России отныне строятся не будут. Ну, в этом и смысла нет особенного. А производственные мощности простаивают. Есть огромные производственные мощности. Вот, допустим, там среди трех индивидуальных подписантов есть General Motors. General Motors на сегодняшний день имеет три свои площадки в России. Они недозагружены. Это, в первую очередь, собственный завод в Питере. Он пока очень сильно недозагружен. Это СП в Тольятти, где 41% принадлежит GM, СП, GM Автоваз. Она недозагружена наполовину примерно. И есть завод «Автотор» в Калининграде, где GM имеет свой финансовый интерес. Он вложил денег в него. Не знаю, является он акционером или нет, но то, что есть его капитал, и там это вложение, инвестиции его, это факт. Это они и не скрывают. Можем предполагать, скажу так. Они это объявляли, они не скрывают. У нас есть звонок от телезрителя с почином, что называется. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Добрый день. Меня зовут Александр, я из Ростовской области. Смею машину, значит, тоже корейского производства на данный момент. И вот такой вопрос вот прозвучал у вас. Что, значит, наши будут делать автомобили, ну, с нашими двигателями. А не легче обратно в Запорожье-то москвичи сделать и все. Спасибо. Предложение к Минпромторгу, я думаю, надо передавать. Я хотел сказать по поводу наших двигателей, поскольку я... Мы так плавно перешли, перескочили на локализацию, потом мы продолжим. Да, но я просто одну фразу скажу. Я только что из Тольятти, но относительно только что. Неделю-две назад я там был. Там, как известно, со следующего года начинает производить автомобиль «Логан-Универсал» под брендом «Лада». Есть такой. Вот, есть такой проект «Логан-МСВ», по-моему, называется он пока, а будет называться «Лада-ФРД». Это этот же проект, который назывался «Ц-70», да? Или «Ц-90»? Не морать, слишком сложно. Вот это еще вспомнил «2106». Понял. А вот, значит, нет, я говорю, что «Логан-Универсал», давайте для простоты будем говорить, «Логан-Универсал» будут производить. И вот там как раз сейчас проводят эксперименты, на него ставят двигатели наши частично, частично французские. Причем наши там какую-то новую модель запускают двигатели в этом году и спираются стоять на «Приоры», на эту машину. Говорят, очень хороший отзыв. Не знаю, если это будет дешевле стоить, наверное, какие-то люди будут выбирать. Как вот люди же какие-то выбирали, когда был вариант, или покупать вот «ЗАЗ» «Шевролет», который с двигателем полутролитровый. Я понял, шанс, который нынче. Или покупать с двигателем 1,3 с «Мелитопольским». Ну, какие-то выбирали 1,3. Нравилось. Вот я просто больше хочу спросить. Над всем этим замечательным документом трудились экономисты. Ну, наверное, не секрет. Рассчитывали расходы, доходы в бюджет. Если немножко обывательски смотреть на тему, не работает ли тут схема, чем больше инвестиций, тем лучше? Может быть, не в таких количествах. Сейчас получилось инвестиций немного, но много с точки зрения финансов. По количеству. Любое государство, любое, как бы оно ни называлось, Россия, Чехия или Соединенные Штаты, заинтересованы в притоке инвестиций в свою экономику. Это априори. Правильно? Значит, каким-то образом все государства, что Штаты, что Россия, что Китай, пытаются вот эти инвестиции привлечь. Неважно, чьи это инвестиции. Дженерал Моторс или Абрамовича. Совершенно неважно. Происхождение в данном роли не играет, деньги не пахнут. И каждое государство пытается каким-то образом создать систему, чтобы люди шли к нему, не боялись. Вот на сегодняшний день, допустим, оптимальная система создана, допустим, в Китае, куда инвестиции идут. Это любимая страна, Игорь Александрович. Ну, прекрасная страна для инвестиций. Там в Европе, если примеры. Лучшие страны по инвестиционному климату считаются Польша, Словакия, Чехия. Из Восточной Европы. Куда просто вот бегут припрыжку и создают новые производства, в том числе автомобильные. Наши тоже долго спорили, какие делать, не делать. Но наша страна считается достаточно рискованной с точки зрения инвестиций, тем более крупных. С одной стороны, вроде как отдача и рынок интересный очень. Да, это да. Непредсказуемо. В чем его интересны? Да. Ну, с другой стороны, всегда есть шанс, что это кончится не очень хорошо. Таких примеров за последние 10 лет можно привести достаточно много, когда у каких-то и иностранных, и у российских компаний. Возникали здесь какие-то. Вплоть до того, что отбирали бизнес. То есть, благовидным или не очень благовидным предлогом. Поэтому иностранцы сюда не очень стремились. И поначалу их пытались заманить льготными условиями. Вот то, о чем мы с Владимиром Ивановичем говорили, что 25 тысяч, вы только придите к нам, вы сделаете заводик. А хотите и меньше сделайте. Меньше нет, меньше нельзя. Я смеюсь. Мы вам создадим условия, мы вам что-то сделаем. Реальные условия, насколько я знаю, реальные условия более-менее в Калуге были созданы. Где там действительно областная администрация и дороги тащила к этим промзонам. Которые нынче называют русским Детройтом. Ну, это я не хотел бы, чтобы кого-то называли русским Детройтом. У нас звонок из второго русского Детройта, город Санкт-Петербург. Извините, что заставили подождать. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. 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 Это Юрий из Санкт-Петербурга. У меня к вам такой вопрос. Значит, у нас производят автомобили из, так сказать, беспошлино ввозимых комплектующих. Почему же цена тогда этих автомобилей абсолютно не конкурентоспособна? Возьмем, так сказать, так называемую нашу Камри. Ее можно отдаленно назвать нашей Камри, потому что это японский автомобиль. И посмотрите, стоимость этой Камри в Америке в полной боевой комплектации и у нас. Она производится у нас. Значит, я так понимаю, как вы сказали, что у нас беспошлиные ввозь комплектующих. Почему же стоимость этого автомобиля превышает практически на треть стоимость такого же автомобиля, который производится в Америке? Вот вопрос интересный. Спасибо, что дозвонились. Этот вопрос сейчас переадресуем Владимиру Ивановичу, специалист по экономике таможенной экономики. Во-первых, не на одну треть, а на 59%. Начнем с того, что автомобиль... Да вы готовились. Я готовился, я посчитал. Ввозная таможенная пошлина на автомобиль составляет у нас такого объема двигателя 35%. Плюс налог на добавленную стоимость 18%. И акциз. И акциз, да. И получается все. Вместе 59%. То есть цена автомобиля в России на такого же точно автомобиля, но ввезенного целиком в Россию, должна быть, по крайней мере, больше на эту сумму. Плюс еще себе берет дилер какую-то сумму. Я однажды проводил сравнение, вот сколько себе берет дилер. Они клянутся, что немного, я знаю. Слушайте, согласен, да. Немного берут. Ну, тысячу долларов они берут. С машины. С машины, да. Тысячу долларов с машины они берут. 30 тысяч рублей. Когда мы говорим о премиальных брендах, ну, здесь, простите, здесь много. Есть статистика. Маржа дилерская обычно в районе 8%. У нас от 7 до 10%. Вот и получается. Ваши совершенно точно. Да, да, да. То же самое. Мы же должны ответить на вопрос телезрителя. Так вот, смотрите. Тойота для того, чтобы организовать производство под Санкт-Петербургом, сколько денег вложила? Очень много. Ну, там 200, что ли, миллионов. 200 с чем-то миллионов. Ну, средняя цена входного билета 235 миллионов долларов для создания производства. Полного цикла, правда, по старой схеме. По старой схеме промышленной сборки. Ей нужно окупить эту сумму. Мы знаем, что нас уже 19-й год пугают с вступлением в ВТО. Мы также знаем, что при вступлении в ВТО, в первый год вступления в ВТО, которые говорят, что это будет следующий год. Опять говорят в этом году, что в следующий год. Пошлина будет сразу снижена на 10%, до 25%. А затем пошлина будет снижаться в течение оставшихся 7 лет таким образом, что к 2020 году эта пошлина составит 15%. Следовательно, государство дает право на льготы инвесторам. Инвесторы вкладывают свои деньги, инвесторы хотят эти деньги окупить. А окупают они эти деньги за счет того, что они держат ценник, розничную цену или оптовую цену продажи. На уровне европейских цен. На уровне тех цен, цен на автомобили в России. Поэтому все равно, что автомобиль был ввезен в Россию, что автомобиль был изготовлен в России из зарубежных компонентов, которые были ввезены в Россию по нулевой ставке таможенной пошлины. Классическая схема, когда производители запускают производство, они говорят, ну вот мы сделаем российский автомобиль, а что это дает россияне? Ну как бы мы платим налоги в российский бюджет. У нас русские люди работают, получают зарплату, тоже платят налоги. Мы упрощаем систему логистики. И теперь Александр Добин может заказать машину, ему сделают на заводе в Калуге за два дня, а не за два месяца, если бы машина была из Германии. А когда задаешь вопрос, ребята, вы же сэкономили здорово на том, на том, на том, и они говорят, ну а что, спрос есть. То есть я подвожу резюме ответов совместного на вопрос. Машина не может, а главное, не хочет. Стоит дешевле. Нет, она может стоить дешевле, конечно. Если будут снижены ввозные таможенные пошлины, а они будут снижены только при условии вступления России в ВТО, то в этом случае, конечно же, автопроизводители снизят розничные цены. Но тогда, смотрите, у них будет окупаемость меньше. У них деньги к ним будут поступать в меньшем... И дольше, потому что... И дольше, и дольше. А им дается автопроизводителям льгот всего лишь на 8 лет. Почему на 8 лет, тоже интересный вопрос. Потому что переходный период вступления России в ВТО как раз рассчитан на 8 лет. Вот снижение таможенной пошлины на автомобиле, есть график. Вот я уже упомянул о нем. Первый год 10%, а потом будет держаться на уровне 25%, а потом примерно в 2020 году... Там, насколько я помню, 5 лет не изменяется, потом последние 2 года... Я про то и говорю. Последние 2 года... По 5% год. Снижение стоимости мы получим через 8 лет какое? Никакого. Абсолютно правильно, потому что автомобили в среднем в мире дорожают на 10-12%. Это касается России. Автомобили дорожают, инфляция случается в стране, дорожают комплектующие. Потом у нас страна, где, в общем, по-прежнему сохраняется монополизм, естественных монополий, так называемых, на электричество, на тепло, на все, что хочешь, на услуги железной дороги. Вот теперь у нас сталь тоже начала дорожать, потому что... Долго автоваз бодался. Северсталь решила, что надо поднять цены на 50%. Договорились вчера, кстати. Ну, дай бог. Счастье. Но я к чему говорю? Что в странах, где достаточно сложно работают принципы конкуренции, если честно, то они и не работают вовсе. У нас есть звоночек, по-моему, издалека. Добрый вечер, вы в эфире говорите. Добрый вечер. Я звоню вам из Тибилиса, я на Шушенской ГЭС. Смотрю вашу передачу часто очень. И вот вопрос такой по... Вам нравится, скажите? По качеству сборки автомобилей, вот Toyota Camry, кстати. Да. Я недавно был свидетелем такой ситуации. На автосалоне у нас в Абакане здесь, в городе, стоит Toyota Camry сборки японской с правым рулем. Приезжает молодой человек на Camry сборки питерской. На совершенно новой машине. И предлагает, значит, Toyota Camry японской сборки 2006 года, а это сборки 2010 года. И предлагает поменяться ключ на ключ. Давай, говорит, я твою старую заберу, но новую совершенно. Ну, конечно, ответ был отрицательный. А вопрос, значит, такой создавал. Почему вы хотите поменять новый автомобиль на старый? Он говорит, собираю, как Волгу. Тянется от ключа все болты, все винты, все гайки, все это. На техническое обслуживание в таких городах заехать практически негде. И приходится новый автомобиль. Ну, у вас, да, это правда. В общем, как бы, ну, я не знаю, почему японцы до сих пор еще не забрали лицензию у завода, изготовителя российской сборки, за такое качество автомобилей. Спасибо за звонок. Я вот дополню немножко телезрителя. Два или три года назад BMW, другая компания, собирающая автомобили в России, причем активно собирающая, провела эксперимент. Ну, по их словам, не присутствовал лично, который заключался в том, что автомобили германской сборки, автомобили калининградской сборки, независимые технические комиссии, на оценку, ну, найдите здесь отличие. Комиссия утверждает, что не нашли, качество соответствовало стандарту BMW. Да, тем более странный мне этот звонок, потому что хваленая программа контроля качества придумана как раз компанией Тойоты. Игорь Александрович. Значит, ну, я с большим уважением отношусь к японскому автопробу. С большим уважением отношусь к людям, которые ездят с правым рулем. Эти люди ездят в, дай бог им, части, но они во многом находятся в плену неких стереотипов. Вот начинаешь разговаривать с человеком, который ездит с правым рулем, он говорит, да гоня, не ломается, вообще не ломается. Начинаешь разговаривать, но выясняется, что ломается любая машина, абсолютно любая машина, нет машины, которые не ломаются в мире, такой еще не придумают. Потому что на сервисе надо зарабатывать деньги тоже. Ну да, и что касается качества сборки на российских заводах, я ведь отслеживаю ситуацию, нет жалоб-то массовых, нет, есть единичные случаи, но есть единичные случаи, все мы знаем о том, сколько отзывов делает любая компания мировая в год, по несколько. Сейчас Киев 60 тысяч отзывов. Я говорю, случаи и брака, и не очень качественных комплектующих, которые заменяют, и конструктивных каких-то недоделок, у любой компании на любом заводе. Российские заводы ничем особенно не отличаются, я был на всех российских заводах, и был на огромном количестве иностранных заводов. Они ничем, в принципе, не отвечаются. Система качества контроля абсолютно идентична, тем более на российских заводах, как правило, сидят в отделах, в управлениях качества, в основном представители компаний. В зарубежных инвестрациях, да. И BMW или Toyota, они все заинтересованы крайне в том, чтобы у марки Toyota или BMW был высочайший имидж качества. И гонят просто метлой, если человек допускает брак. Поэтому тут, мне кажется... А перед этим, по-моему, 3,5 месяца, вот я знаю про Volkswagen, 3,5 месяца просто человека учат. Там много систем обучения, на самом деле нету того, что вот мы говорим, вот, там с кувалдой стоит, не стоит с кувалдой, человек уверяет, был на всех заводах. У меня у приятельницы в Новый год сломался новый Ford Focus. Как она кричала и материлась. Ford Focus полгода, это все российская сборка, чтобы я не говорю, в жизни... Я говорю, слушай, а что у тебя сломалось? У нее двигатель там, подшипник там, я не буду рассказывать технические детали, могу, но это неинтересно. Я говорю, стоп, родная, двигатель в России не собирает его, он приходит в сборе с немецкого завода. Потом его устанавливают, вот что-то, я говорю, ну, подшипник, никто его не ставил, что ж ты хочешь-то от этой машины? Ну, не ставили нашу, это немецкая. Ну, вот, по-моему, так я ее не убедил, потому что стереотип у нас стоит, если российский завод, так стоит человек в треухе в этом, в валенках с кувалдой и забивает болты. Вот, говорят, так было когда-то на заводе «Азылк», болты заколачивали колесные, но, уверяю, на всех сборочных предприятиях иностранных в России достаточно строго контролируют качество, причем это на каждом этапе проверяют, ну, сложно, потому что ни одна мировая компания, пришедшая сюда, не заинтересована в том, что говорили, ну, вот это что? Ну, вот я думаю, что это для многих откровением стало, причем я действительно тоже был много раз на многих заводах. У нас звонок, я напомню, мы сегодня разговариваем о новых правилах промышленных сборки иномарок в России с людьми, которые развенчивают стереотипы. Александр Шмаржаретто и Владимир Чикин. Здравствуйте, вы в эфире, говорите. Так, вы про меня, да? Да. Да, мы про вас. Михаил, Самарская область. Хотел бы спросить вот что. Конструкторов нет, технологов нет, рабочие хотят идти 1% населения, работоспособного. В принципе, для чего город городить-то, собственно? Вот. Может быть, все-таки, в общем-то, как-то к иностранным компаниям более лояльно относиться, в общем-то, если они нас чему-то научат, в общем-то, в конце концов. Или создать такие условия, чтобы, в общем-то, русские тоже могли качественно работать. Я сталкивался тут с лицензионными этими товарами, которые собрали в России. Так это просто ужас, ребята. Вот такие дела, в общем-то. Надо, в общем-то, как-то менять ситуацию, в общем-то, чтобы российская была, в общем-то, востребована. Вы сейчас говорите о продукции Самарской области, производящей. Нет, 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 извините, не Самарской области. Тут по всей России собирают. Тут много чего я, в общем-то, сталкивался с этими делами. И у меня восторга не вызывает это все. Вы все-таки за то, чтобы оставить более льготные условия иностранным производителям в России автомобилей? Да, чтобы хоть чему-то у них научиться, в общем-то, ну, как-то так не прессовать, наверное, в общем-то, и воспитывать заново своих, в общем-то, людей. Чтобы можно было наравне конкурировать. Не знаю, почему я с вами согласен двумя руками, но вот Владимир Иванович говорит, что никаких драконских мер нет. Давайте про... Спасибо за звонок огромный. На самом деле, я тоже с вами согласен. Спасибо большое за этот вопрос, потому что действительно цель новых правил промсборки для того, чтобы иностранцы нас чему-то научили. А главная цель, вот что бы ни говорили, не создать там 350 тысяч производственных мощностей. Не, не, это главное. Вот с моей точки зрения. С моей точки зрения самое главное – это создать в России центр НИОКР. Это самое главное. И разработать в этом центре технологии, при помощи которых изготавливать автомобили в России. И патентовать их еще в России. И патентовать их еще в России. Смотрите, главное... И потом, как Уга Чавес сказал, дайте нам свои технологии и свободны. Ну а почему нет-то? Я об этом, вот об этом я не говорю. Я говорю о том, что России нужны технологии. Знание, сила. Спорите вы с этим? Нет. России нужны технологии. Так вот, Россия попыталась однажды купить технологии. Опель. Что мы получили? Мы получили отказ. Изначально мы получили «Москвич», когда заводы вывезли. Не-не-не-не, это не «Москвич». Это именно «Опель». Когда мы хотели купить... Пару лет назад. Пару лет назад хотели купить «Сбербанк». А, когда «Сбербанк» с «Магной», да, хотели купить «Опель». Не получилось. Прошу прощения, можно я вас перебью на секунду? Давайте вернемся чуть-чуть назад. Значит, 60-е годы, когда выяснилось, что в России своих технологий нет современных, и надо было что-то придумать, когда купили у нас, в конце концов, завод «ФИАТ». Купили. И поставили его в городе Герой Итальяти. Значит, тогда, когда купили «ФИАТ», я знаком с людьми, которые тогда учились, в Италии посылали, которые знакомились с технологиями. И когда начали ввести в страну оборудование, вдруг выяснилось, что под этой технологией, тогда это прорывная для России технология, в стране нет вообще ничего. У нас не было бензина для этого двигателя, пришлось разрабатывать. У нас не было резины, каучука такого качества, чтобы делать эти покрышки. У нас не было металла такого, чтобы штамповать ничего. У нас не было ничего. Значит, что-то начали спешно покупать, потому что оказалось, что вот завод «ФИАТ», будущий автоваз, это верхушка айсберга. А вот он огромный, ведь для него надо тут-то-то-то. И это вообще ничего нет. Инфраструктура автомобильная. Вообще ничего нет. И тогда начали что-то покупать. Мне рассказывали историю, что было создано несколько НИИ, которые занимались реально промышленным шпионажем. Реально людей отправляли, как бы на стажировку, там, в Бельгии, в Голландии, где они как бы изучали новые технологии, но при этом у них стояла задача воровать по максимуму, какие-то узлы свинчивать, какие-то материалы спиливать, какие-то образцы резины, совершенно серьёзно. Прошло 50 лет. И вот тогда, в 60-е годы, было создано на базе Автоваза, на тот момент, достаточно современная система производства автомобиля, которая вот сидит, вот это, внизу пирамида, производитель материалов, комплектующих, ды-ды-ды, и в конце концов, уже там рабочие автолеты, которые свинчивает автомобиль. Сейчас надо вот, к сожалению, делать то же самое, потому что с тех пор ничего сделано не было. Вот это и делается. Дайте технологии. Для этого придумаются разные варианты. Первый вариант политики про соглашение промсборки. Нынешний вариант, чтобы заманить сюда каким-то образом фирмы, которые бы принесли технологии. Потому что, ну вот, сейчас работает у нас 17, что ли, этих производств сборочных в стране. 17 договоров заключено, скажем так. Да. Работает, ну, какой-то, может, 12, допустим. Ну, примерно, да. Да, производство. Ну, это все производства, собирающие вот стоят наши люди, которые их научили, обучили качественно привинчивать гайки. Да. Сваривать и так далее. По поводу наших людей, я позволю себе цитату. Но все комплектующие, практически все комплектующие... Привозятся. Привозятся. Ну, Ford, компания работает дольше всех на российском рынке. Они еще в первом году, в 2001 году, выпустили первый автомобиль. Они на сегодняшний день смогли найти производителей ковриков. Да. Значит, резинок, всяких разных в основном, которых, ну, типа, выхлопная висит и тому подобное. Значит, колпачков для аккумулятора, на аккумуляторе закрывающиеся контакты. Ну, потом, правда, стекла пошли, потом какая-то обшивка пошла. Но это все такие проблемы. Причем, они за много лет не нашли производителя домкрата приличного. Вот. У нас звоночек. Давайте попробуем ответить. Здравствуйте, вы в эфире говорите. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Я из города Шатура, Вячеслав меня зовут. Да. Вот у меня вопрос такой. Вот вы говорите, то, что качество, допустим, японской сборки и наша, то есть, в принципе, одинаково, да? Но вот я вот хочу возразить, то есть, у меня японца нету, у меня француз, то есть, Peugeot 407. Машинка вот куплена, то есть, она еще не век не производится, куплена, то есть, чисто французская. Вот. Я приезжаю, достаточно просто вот ездил, но все было нормально. Приехал на ремонт, то есть, залезли под, то есть, вот панель управления, под торпеду, да, меняли корпус отопителя. С этого момента все заскрипело, заскрижетало, и ездить просто невозможно. А при чем тут сборка? Это автосервис. Это качество работы автосервиса. Руки бы пооторвать тем, кто, да, ну, в хорошем смысле слова, тем, кто вам их делал в автосервисе. К сожалению, даже это большая проблема с тем совершенно отдельного разговора, когда квалификация персонала в технических центрах. Вот в эту тему вопрос, Игорь Александрович, Владимир Владимирович, не вопрос, цитата. Так. Вряд ли стоит рассчитывать, что на большой интерес к новым условиям промсборки со стороны уже работающих в России автомобильных концернов. Причина, на мой взгляд, одна. Тотальное отсутствие квалифицированных кадров в стране. Цитата принадлежит генеральному директору компании «Шкода Гроупрус». Это Пётр Ям. Ну, несмотря на это, как известно, «Шкода» в консорции с «Фольксвагеном» и «Газом» подписали соглашение. Но проблема есть. Проблема чудовищная. Более того, значит, чем крупнее наш российский Детройт, чем пышнее у него вывеска, тем больше там проблема. В Питере, если ты зайдёшь в метро, висят объявления. Приходите к нам на завод «Ниссан», наша дружная семья. В другом вагоне висит завод «Тойота», только у нас. В Питере построили сколько у нас? Четыре или пять заводов. Вместе с «Фордом» пять. Заманивали иностранцев наличием порта, наличием инфраструктуры, логистических каких-то условий замечательных. В первую очередь, квалифицированных кадров. Вдруг выяснилось, что квалифицированных кадров в Питере нет. Во-первых, вот таких кадров... Там 10 миллионов в области живёт. С областью есть. Ну, не 10, там миллионов, Ну, неважно. Я говорю, что в Питере чудовищная проблема с кадрами. Дело в том, что 20 лет их никто не готовил. Во-первых, их не готовили, просто не учили, как вот это делать. А это речь о том, кто гайки закручивает или о том, кто понимает вообще с технологией сборки? Да ни тех, ни других нет. Хоть с гайкой, хоть без гайки. Потом вырастили, в конце концов, поколение людей, которые хорошо умеют перепродавать сигареты. И уважения к труду вот такому нету. Система ПТУ разрушена напрочь. Она и была в советские времена не очень уважаемая. Но она была хоть какая-то. Сейчас её нет никакой. Вот я беседовал с губернатором в Калуге. Он рассказывал, как они создают систему, пытаются бы создать систему ПТУ, как они пытаются факультет сделать, который бы готовил инженеров какие-то по сборке. Потому что нету этих кадров. Нету просто. Для меня, Ваим Иванович, был потрясением случай, когда лет 6 назад, наверное, 7, в городе Ульяновске, вроде где, могучая промышленность, ОАЗ был и так далее, Солерс, который тогда назывался Северстоляфт, запускали первый завод по сборке грузовичковой СУЗу. Меня привезли туда, там была такая условная сборка, колеса прикручивали. Вот. Ну, это первый такой цех на ОАЗе, они там чистенько, баллы покрасили, всё это значит, грузовички стоят. Отталки побегли. Люди какие-то, нет, какая-то оснастка куплена, всё там, инструмент хороший там. И я разговаривал с директором производства, он сказал, нам для первого запуска надо было найти 30 человек. Мы, говорит, в Ульяновске не нашли их. Рабочих? Да, рабочих. Мы их возим там, из Сызрани откуда-то ещё возим, потому что в Ульяновске оказались или низкой квалификации люди, или низкой квалификации и сильно пьющие. Проблема. Проблема, к сожалению. И они не смогли, я знаю, что на автоторе, например, в Калининграде. Где, в общем, очень престижные машины собираются. Где собирают машины, где, в общем, достаточно высокий потенциал населения, им приходится людей возить со всей области. В городе они не нашли там 2000 человек на этот завод. Хотя, по сравнению со средней калининградской зарплатой, там получают там 20 с чем-то тысяч. Это вообще такие деньги. Но... Игорь Александрович, я, чтобы не держать телезрителя, мы всё-таки... Спасибо, что подождали. Говорите, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Владимир Исторатова. Слушаем вас. Вопрос такой, как раз по теме. Вот купил автомобиль нашей сборки российской, Тиану. Ниссан Тиана, премиум класса. Шикарный автомобиль, всё, но в торпеде гремит, как будто кирпичей. Туда наклали и на кочках. Просто гром. Не просто скрип там или что, а гром. Панель вся из жёлтой кожи. Всё это там сделано капитально. Вот предыдущий как раз телезритель вам вопрос задавал, как залезть туда. Вот сейчас страх просто. Если они сейчас туда залезут, всё, автомобилю конец. И оставлять этот грохот. Что делать? А сразу что, не слышно было? Если сразу было слышно, надо было машину менять в течение 15 суток. Вот на будущее, если вдруг вы приноровитесь покупать Ниссан Тиана с частотой раз в полтора месяца. У меня вопрос. Я, к сожалению, не знаю ответа на него. Вот Ниссан Тиана, он собирается по полному циклу? СКД. СКД. Абсолютно. Нет, там сварка. Уже сварка? Уже пошла сварка. То есть тогда это... Сварка и окраска. Если уже именно в отношении Ниссан Тиана начата сварка... Те автомобили, которые там собирают, кроме, наверное, Мурана сейчас на узнавой идёт. Да. А X-Trail, да, там сварка и окраска идёт. Тогда это претензия к российскому изготовителю. Претензии, причём надо выкатывать сразу, без всяких разговоров, менять машину, если это серьёзно. Гарантийный срок же не истёк, наверное? Да что, истёк, говорит, только купил. Он только купил, ну, значит, претензия потребителя. Вот, уважаемые гости, скажите, пожалуйста, я, может быть, глупо вопрос задам, но вот у меня разрывается от СМС сообщение, и я потом просто блицом зачитаю, что сможем ответить. Почему Мерседес и Ауди не собирают машины в России? Со мной много очень телезрителей солидарных, но этот вопрос меня действительно тоже интересует. Ну, могу ответить. Значит, Ауди в России машины собирал. Собирал, а потом прекратил. Собирал, потому что, значит, пока, когда только открыли завод, было возможность заниматься там под Калугой, крупноузловой сборкой. Они этим занимались. Крупноузловая сборка была выгодна при том объеме автомобилей, которые они продают, было выгодна только крупноузловая сборка, потому что переходить на полный цикл имеет смысл, если объем продаж там, ну, 20 тысяч какой-то. И выше. И выше. Кстати, БМВ, которые собираются в России, а не собираются в Калининграде, там тоже идет крупноузловая сборка, но иного уровня. То есть, не просто колес прикручат, я там был на этом заводе неоднократно, там приходит крашенный, но голый кузов. А, они монтаж салона делают? Они делают свадьбу? Полностью все делают. Кузов приходит, не то, что вот, условно говоря, в Калугу, как Ауди переходил, кузов первой комплектации так называемого, ну, это кузов уже полностью снаряженный. Это кузов, в котором положено все, вплоть до ковриков. Без колес? Без колес. Но там нету еще двигателя, там нету трансмиссии, там нет выхлопной системы, возможно, там нету бензобака, возможно, не знаю. Тоже не знаю. Активизировались телезрители, извините, что заставляем вас ждать. поэтому Ауди в России собирались, Мерседес будет собирать микроавтобусы, когда речь идет о тираже. Да. Вот сейчас Мерседес, Даймлер, заключил соглашение с Горьковским автозаводом, там будут собирать 20 тысяч, а то впоследствии и 30 тысяч. То есть сдвиги. Микроавтобусов. Мерседес Бенц Спринтер, когда речь идет о больших объемах, тогда надо заниматься действительно реальной сваркой, окраской, тогда это выгодно. А когда эта машина, ну вот BMW собирает в Калининграде в пределах 4-5 тысяч в год. Причем это всех моделей. Это суммарно. Всех моделей, причем они собирают и трешки, и пятерки, и семерки, и X3, и X5, и X6. И вот это все, понимаешь, каждая модель получит по 500 машин, кого-то больше, там, трешек, у нас звоночек, извините, что заставили вас ждать. Спрашивайте, что вы хотели спросить у наших гостей. Добрый вечер. Добрый. Мы слушаем вас вопрос. Алло. Это Алексей, Владимирская область. Да. У нас такой вопрос. Про Тагаз, вот как и сборка. Ну вот, наверное, извините, пожалуйста, у вас инфер называют. Но вы Таггер-то тестировали, знаете, вечная проблема. Наша сборка, подшипники, коробка, синхронизаторы, вернее сказать. Но как с этим решать вопрос? Кто поставляет? Как? Большой, хороший. Каран заездит, а Таггер не всегда с коробкой. Сейчас, минуту. Как это объяснить? Сейчас попробуем. Спасибо большое за звонок. С Тагазом сложно, мне кажется. С Тагазом всё просто. Значит, объясняю. Тагаз не собирает коробки. Тагаз не вставляет туда синхронизаторы. Тагаз собирает из машинокомплекта автомобили. Та же история, что с Твордом знакомы. Значит, машинокомплекты приходят частично из Кореи, по некоторым средням, из Китая. Потому что в самой Корее производство этих моделей прекращено ещё, если мне память не изменяет, в 2005-2006 году. Это модели, которые были Каранда. Причём это модель 90-х годов. Ну, в общем, они прекратили производство. Никто с производства из Китая везут. Возможно. Мы этого не знаем. Возможно, но я, в общем, говорю, у нас в журнале были жалобы действительно большие на то, что высокий очень процент брака именно коробок. Кто там поставляет им коробки, один бог знает. Но они их в Тагазом-друге не делают. Другое дело, что они, возможно, в силу того, что завод в сложном экономическом состоянии, он должен всем на свете, вполне возможно, что они экономят и покупают эти коробки, заказали где-нибудь в Китае, в какой-то левой фирме. Я врать не буду, я говорю, возможно. Потому что сложно. Владимир Ильич, а вот вопрос, возвращаясь к количеству автомобилей, заявленных на правил промсборки, 300 тысяч автомобилей в год. Вы настаиваете на том, что достаточно построить мощности сборочные, способные выпускать... Да, потому что это написано в правилах сборки. Да никто же не сомневается. Но давайте предположим, что компании начнут собирать такое количество машин. Вопрос А. Нужна ли это компания? Б. Нужна ли это России и матушке? Куда девать такое количество автомобилей? Возможно ли это продать? Я сейчас прошу просто не говорить об автовазе, потому что тут ответ очевиден. Про другие машины. Отвечаю. В Японии живет примерно столько же населения, сколько в России. Максимальный объем производства японского в 2008 году был 11,5 миллионов автомобилей в год. Потом в 2009 году объем производства автомобилей в Японии упал. И я про легковые автомобили говорю. Он упал до примерно 6,5 автомобилей в год. В 2009 году производство автомобилей в России составило порядка 600 тысяч автомобилей. В 2009 году после существенного падения. Сейчас я Россию найду здесь в списочке. Россия. Это вы про кризис? Про кризис. 595 тысяч, падение 59. 595 тысяч в России в прошлом году. А, это в 2009. В 2009. Я про 2009 год говорю. Я про 2009 год говорю. Причем я хочу зрителям в общем пояснить, речь идет не о проданных машинах, которыми обычно этими цифрами апеллируют, а произведенных. Максимальный размер рынка автомобильного, который у нас был, около 3 миллионов. Около 3 миллионов. Падение рынка составило 30%, то есть стало в 2009 году 2 миллиона. Итого, итого. Вот сейчас рынок растет. Сейчас рынок растет, ну, где-то по данным, по прогнозам Ассоциации Европейского Бизнеса, вполне возможно, 2,5 миллиона в год. Смелый, они осторожнее. 2,5 миллиона. Да, 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 да. Но они недавно скорректировали в пользу, в более оптимистичной. Так вот, смотрите, если все 6 автопроизводителей будут производить по 300 тысяч автомобилей в год, то это 6 помножить на 3, 1 миллион 800 тысяч. Но вы исключаете всех, кто... Кто импортирует. А, смотрите, при производстве 600 тысяч объем рынка 2 тысячи, то есть еще в 3 раза больше автомобилей нужно завести. Ну, что я могу сказать? Очевидно, все 6 автопроизводителей 300 тысяч автомобилей физически производить не будут. Это очевидно. подозреваю, что 20% из них будут производить по 300 тысяч и больше, а 80% будут производить меньше. Сколько могут? Ну да, сколько могут. Сколько продадут? Сколько продадут. Тут вернее... Но юридически они все выполнят свои обязательства. Они все создадут производственные мощности, которые смогут производить 350 тысяч при условии модернизации или 300 тысяч автомобилей в год. Это они сделают. Они также будут устанавливать коробки на 30 тысяч, но на 30% от произведенных автомобилей. Это они все сделают. Создадут центр неокров в России, все сделают. Но физического производства вряд ли будет. За исключением того, что чудо случится. из плеска покупательной активности. Я перебью звоночек из Москвы, извините, что мы заставляем все время ждать. Очень живленная беседа. Спрашивайте. Добрый вечер. Добрый. Меня зовут Виктор, Москва. Значит, вопросика два у меня, уважаемые господам, по поводу калужской сборки. Значит, в принципе, меня уже косвенно коснулось зеленотрясение в Японии. Заказывал Мазу 6, топовую версию. Значит, мне сказали, что надо ждать не раньше июля месяца. Соответственно, решил купить другую машину, в частности, Экстель. Значит, первый вопрос. Хватит ли мощностей или вот комплектов, которые производятся, ну, не производятся, заводятся в Калугу по времени, насколько? Потому что сейчас заказы отлендеров, боюсь, что их тоже не будет хватать. И второй вопрос. Значит, всем известно, что в отлендере функция климат-курис-контроля, она как бы отключена, стоит заглушка на руле. Но все пользователи, вот форумчане, там на форуме Аутлендера покупают в экзисте эти кнопочки и самостоятельно устанавливают. То есть в машине изначально прошито все, круиз-контроль. Вот мне просто непонятно, то ли японцы экономят, то ли наши на этом деньги делают. Спасибо. Риторически во многом. Про круиз-контроль ничего не могу сказать, потому что это решение компании продавать машину без круиз-контроля, я не знаю... Идать заработать на сервисе, кнопочку ставить. Зачем он нужен в России, я, честно говоря, не понимаю. У меня была одна машина, она пыталась пользоваться. Никакого толка от этого нет. Адаптивный был круиз-контроль? Это очень дорогая функция. Это очень дорогая функция. 400 тысяч долларов она стоит. А что касается хватит-не хватит Аутлендеров, не могу ничего сказать, могу сказать только одно. Как правило, все поставки из Японии у нас идут плечо логистическое 45 суток. Доставляют все морем. Все идет морем в Питер или Финляндию. То есть сейчас, если кто-то заказал японскую машину, вряд ли, и она уже выехала из Японии, или компоненты, вряд ли стоит беспокоиться. За 45 суток, я думаю, японцы решат все проблемы. Это первое. Второе, значит, у любой японской компании достаточно большое количество заводов по всему миру. Я не знаю, где делали X-Trail, условно говоря, Nissan. X-L. Не X-Trail, мы говорим сейчас Mitsubishi и Outlander. А Outlander, я не знаю, где их делали, делали ли их в Японии до того, как их начали делать в Калуге, потому что, условно говоря... В Венгрии есть завод, мне кажется. Не, не знаю. В Японии их делают. В Японии? Вполне возможно. В департаменте Акуяма, насколько мне не изменяет память. Большинство моделей японских машин, которые здесь у нас продаются, сделаны не в Японии, а в других странах. Ну, условно говоря, Qashqai делает в Англии, Nissan Qashqai. Honda всю делают в Англии для России. Toyota Corolla делают в Турции. Есть такое. И так далее. То есть, большинство японских автомобилей сделаны не в Японии, а в совершенно других странах. То есть, как принято показывать, они условно очень японские. А, кстати, по-моему, L200 Mitsubishi делали в Таиланде, если у меня память не знали. Возможно. Не знаю. То есть, ну, я не думаю, чтобы сильно на нас сказалось японское землетрясение. Нет. Тем более, что пароходы уже плывут, а за 45 дней японцы уже сориентируются, куда перебросить производство. Давайте ответим еще один на звоночек, и под отвечаем на смс. Времени остается не так много. Добрый вечер, вы в эфире. Здравствуйте. Здравствуйте. Это Сергей из Москвы. У меня вот рассказ по поводу сборки нашей. Chevrolet La Cet купил в восьмом году. Ее собирают, в принципе, из машинокомплектов. Но дело в том, что ее даже собрать не могут нормально. Я ее беру, то есть, мне машину дали, я ее все забираю. Выезжаю из ворот, там негде было прокатиться. Руль стоит не прямо, а на 20 градусов развернут в сторону. Я заезжаю обратно к ним и спрашиваю, ребята, ну вот когда у вас гоняли, я говорю, с погрузчиков их, когда загоняли, и когда вы ставили сигнализацию на нее, все, я говорю, неужели никто у вас не видел, что вот этот? Сейчас все исправим. То есть, значит, она, представляете, ее загнали там, на трейлеры, никто не видел. Здесь. Это один вопрос. У меня брат купил Opel Antares. Вот прям буквально, ну, месяц назад. Я понимаю, что она там коробку, они сами не собирают, но дело в том, что, значит, никто ее не проверял. Третья скорость врубается с рыканьем. Такое впечатление, что синхронизатор, 2,4 у него, двигатель, коробка, механика. То есть, включает, а у него рыканье, то есть, ну, прям вот, понимаете, как будто синхронизатор не совпадает на третьей передаче. И даже пришлось звонить в Opel, как его, ну, в горячей линии Opel, чтобы там хоть какой-то звик начался вот с этим, с этой проблемой. Мы решили проблему. Я подытожу. Пока еще нет. Я думаю, что нарекания, в общем-ка, насколько они штучные, нарекания к сборке автомобилей в России есть. Но было бы странно, давайте говорить правду, что если бы сюда сейчас в студию позвонили люди, которые сказали, я купил автомобиль на марку отечественного производства, к ней совершенно нет никаких претензий. Это не значит, что нет таких машин, это значит, что просто люди сидят и радуются жизни, может быть, смотрят. Слушай, ну, у меня вторая подряд иномарка, которая езжа, российского производства. Да, у меня Kia Spectre была пять лет, никаких проблем. Тьфу-тьфу-тьфу. И сейчас Renault Sandero российской сборки, никаких проблем. Вот, есть такой человек. Никаких проблем, ни специфических. У меня были проблемы по спектре с комплектующими, но они были не российские. Давайте, если получится, коротенько, вот, что называется, блиц, смс-сообщение. По поводу Chevrolet Cruze, спрашиваю, из Владимирской области. Очень популярная машина, собирается только в России. Стоит ли покупать? Ну, по поводу стоит, не стоит этого телезрителю разбираться? Насколько, вот, Игорь Александрович, на заводах, на всех были? Нормально собирает машину. Я на ней езжу, мне нравится. Симпатичная машина, но у меня знакомых пару человек уже купили, довольны. Вот, видимо, к Владимиру Ивановичу вопрос. Здравствуйте. Если откажутся ввозить машины в виду производства, значит ли это что? Ну, не понимаю. Давай следующий. Так, просто когда английскими буквами... По лицензии автомобили, про лицензионные автомобили спрашивают из Тюменской области. Печальная судьба Волги Сайбер не будет ли с новым законом повторения всех марок, которые под это подписываются? Не совсем так. А Волга Сайбер это тот же самый... Крайслер Себринг. Крайслер Себринг, совершенно верно. И название сильно похоже. Который снят с производства там и продан здесь, вместе с технологией изготовления. Фактически это иномарка, которая собирается из ввезенных компонентов, которые раньше предназначались для Себринга. Но собирается... Собиралась, да? Все уже прекратилось. Прекратилось, да. Они прекратили. 13,5 тысяч выпустили и выпустили. В этой машине просто сильно не повезло, если честно говорить. Она не всегда пользовалась большой популярностью сама. Она и сама себе модель, честно говоря, не самая удачная. Изначально, когда делали выбор, я так понимаю, промахнулись. И плюс к тому, она крайне неудачно вышла на наш рынок. Когда начался кризис... Под кризис она вышла. И у нас, и в Америке тоже был кризис. И у нас она не пошла, потому что кризис просто... Да, вот вы сказали, в 2009 году катастрофически упал рынок в два раза. А в Америке тоже у них стало неинтересно производить комплектующие для такого объема. Александр, расскажите в двух словах о заводе, который делает Солярис. Заранее спасибо. Краснодарский край. Это вообще суперсовременный завод. Корейцы построили в Питере, в промзоне Каменка. Очень современный завод. Первый же месяц этих продаж побил все рекорды Солярис. Еще одна... Красивая машина. Из Анапы... Мы тестировали по очень приятным ощущениям. Друзья, давайте подарим Самарский завод японцам. Отвечать не надо. Значит, уважаемые эксперты либо не знают, либо специально умалчивают, что в Форд поставляется российские комбинации приборов при вот рычаге очистки стекла. Так мы, в общем, и не отрицали, насколько я понимаю. Мы не отрицали этого. А я, кстати, действительно не знал, что у Форда российская комбинация приборов. Ну и что, да. Очень хорошо. Я вам могу сказать, что заводовский ЗМЗ, я недавно узнал, мне стало интересно, представляет целый ряд деталей для всех заводов Форда, причем не только для нашего. И это детали, серьезные детали, коробки какие-то, литье какое-то для коробки или еще для чего-то. И поставляет и на наш завод Форд, и в Испании, и в Германии на завод. Меньше трех минут осталось, дорогие гости. Давайте просто подытожим. Вот новое право промсборки мы сегодня обсуждали. Я хочу вас спросить в качестве резюме, хорошо это или плохо, каково будущее? Времени очень мало, вот если можно, как-то лаконично. Да, это хорошо, если это принесет технологии в Россию. Да, это безусловно хорошо. Игорь Александрович. Ну, мне не очень понравилось, как эти правила принимались быстро. Ой, а кому это может понравиться? Как всегда у нас в лоб вот так было. По-советски. Да, хочешь не хочешь, отвали отсюда. Значит, но в принципе, действительно, их надо было изначально такие и строить, вот такие более длительные, более объемные, чтобы не распылять силы, не привлекать компанию. 20 тысяч, это бессмысленно. Сразу надо было поставить условие, там, 300 тысяч, ребята. Вот мы вам мощностей. Вопрос, который... Тогда бы было понятнее, все и логично. Интересует, наверное, зрителям тоже, можно попробовать ответить лаконично. Выиграет ли отечественный покупатель от этого? В 2020 году. Выиграет? Возможно. А сейчас? Будет играть, играть, пока не выиграет? Сейчас нет. Сейчас цены не будут понижены, потому что нужно отбивать инвестиции. Цены не будут понижены? Выиграет вы в каком смысле? У нас появились массовые недорогие модели, которые не могли появиться на российском рынке раньше. У нас появился Солярис, созданный, в принципе, для нас. У нас появился полоседан Фольксваген, созданный для нас, и под него построен завод. Вот появится... Есть Логан, есть Сандера, появится Дастер. Ну, то есть, какие-то массовые модели специально разрабатывают для нашего рынка, потому что у нас есть заводы, есть спрос. Вот, собственно, что я хотел вас услышать. Единственное, я просто, ну, пользуясь служебным положением, что называется, возьму со собещания, не откладывая в долгий ящик, продолжим мы эту тему, потому что мы не поговорили о локализации производства, мы не поговорили, ну, затронули, но, в общем, не поговорили про качество, хотя грех вам не верить по поводу того, что качество одно и то же. Дорогие друзья, сегодня мы разговаривали о новых правилах промышленной сборки в России и на марок компаний, производящих автоконцернов, производящих здесь свои автомобили. Разговаривали с экспертами, которым вот и низкий поклон в ноги, и одному, и второму, Владимир Александрович Чикин. Спасибо, что пришли. И Александр Маржаретта, с вас, в общем, с живого мы тоже не слезем, потому что хотелось бы видеть и вас, и вас в нашей студии чаще, тем более интересные собеседники, видите, откликов много. А по поводу всех, кто нас сегодня смотрел, я хочу пообещать, что мы к этой теме вернемся. С вами был Александр Добин, вы смотрели программу «Попутчик». Берегите себя и внимательно выбирайте себе автомобиль. «Попутчик».